Угол зрения с Алексеем Мартыновым Телеграм-канал Мартынов, Телеграм-канал Вести ФМ Вести ФМ плюс Телеграм-канал Вести ФМ плюс, извините Ну что, посмотрим на политический календарь недели под особым углом В понедельник Россия, как страна-председатель в Совете Безопасности ООН Проведет заседание по нарушениям правил экспорта вооружений На прошлой неделе стало известно об очередном пакете военной помощи Соединенных Штатов Украины На более чем 2,5 миллиарда долларов И представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность Что США или НАТО прямо вовлечены в украинский конфликт Хотя там заявляют, что накачка киевского режима западным оружием Ну это что-то другое, это не сторона конфликта Но можно предположить, что и сегодня в Совбезе ООН Представители западных элит скажут что-то похожее Ну конечно, они всегда говорят одно и то же И как говорится, это другое, известный мем Но тем не менее эти вопросы поднимать нужно Они поднимаются России И кстати, вот эта история связанная с председательством России в Совбезе Ну она явно преувеличена в том смысле Что председательство в общем-то особо-то не влияет никак на повестку Совбеза Единственное, что вот в сегодняшней нездоровой ситуации международных отношений Ну в том числе и внутри ООН, внутри Совбеза ООН Ну этому уделяют такое особое внимание Что, дескать, что это значит Почему это Россия вдруг председательствует Совбезе ООН Если она значит там что-то проводит на Украине Ну в свое время США не мешало В регламенте председателя Стоит Совбезе Когда они проводили многолетние военные операции Там в Афганистане, в других странах А тут опять же это другое И вот очень так внимательно этому уделяется много места в СМИ Хотя еще раз, это обычная ротация Раз в месяц меняется председательствующий в Совете Безопасности И по сути страна-председатель не имеет каких-то особых преференций или полномочий Ну разве что созывает, открывает и ведет заседание А также подписывает принятые документы А так все остальное консенсусным голосованием, как известно, решается И в Савгазии, и в ООН Поэтому, ну, такое все А что касается самой тематики Ну, безусловно, вопрос поднимать нужно Я думаю, что это из разряда Вода камень точит Действительно, значит, очередной пакет 2,6 миллиарда Что это такое вообще, как непрямое участие в этом, так сказать, конфликте Да, ну, тем не менее Прячется за формальными какими-то отговорками Россия же с таким упорством университетского профессора Продолжает ставить вопрос, объяснять Разъяснять, доказывать Ну, я просто думаю, что, конечно, принципиально Это заседание ничего не изменит Но точно, абсолютно Это еще один камешек Вот на те самые весы справедливости Которые рано или поздно перевесят 100% Да, перевесят 100% И наши обеспокоенности тоже понятны Потому что накачка киевского режима Всевозможным западным оружием В том числе новейшим Она продолжается И это, скажем так, тоже вот идет вразрез С теми, ну, сейчас уже появившимися некими такими Миротворческими инициативами Выдвигаемыми в том числе и президентом Франции Эммануэлем Макроном И в этой связи, я думаю, что нужно донести И наш МИД тоже это делает Нужно донести, что, ребят, двойные стандарты Это, конечно, ваша любимая западная песня Но пора бы уже остановиться С одной стороны, вы говорите, что Вот поставлять там оружие, экспортировать Нужно под жестким контролем При этом на Украину идет просто поток вооружений И из Украины, как пишут некоторые журналисты Тоже этот поток перетекает в другие страны Что, я думаю, должно тревожить Запад Ну, конечно, так сказать, а как могло быть иначе Но здесь же всем понятно, что вот эти поставки В том числе тяжелого вооружения Они же никаким образом не влияют на исход событий И не могут принципиально повлиять на, так сказать, финал Другое дело, что это делает конфликт более затяжным И, соответственно, чем, так сказать, более затяжной конфликт Тем больше жертв, больше страданий В том числе и для украинских граждан Украинских военных и так далее То есть хотя бы с этой стороны Ну, если на нас им, в общем-то, плевать Ну, хотя бы любимые украинские граждане О которых они так риторически пекутся Там постоянно, каждый день об этом говорят Ну, наверное, стоило бы об этом подумать Ну, понятно, что это про другое И уж совсем помолчим про то, что Сегодняшняя ситуация Достаточно такого нетривиального экономического кризиса И в Европе, и в самих Соединенных Штатах Но в Европе в большей степени А Европу тоже понуждают же К этим активным поставкам Там разного вооружения И прочих военных каких-то вещей Да, туда, на Украину В топку этого украинского конфликта Это ведь тоже серьезные затраты Серьезная нагрузка на бюджет Я не знаю, на немецкий, на французский На другие страны, которые активно заставляют это делать Особенно в Германии Там же уровень жизни за последний год Ну, упал весьма ощутимо Я имею в виду простых немцев Которые привыкли жить в достаточно комфортных условиях И тут все становится безумно дорого А все становится, так сказать, очень сложно Да, то есть приходится там экономить на всем И параллельно вот эти вот все новости Про то, что мы должны тут, значит, голодать Для того, чтобы отправить в топку украинского конфликта Еще больше танков И еще больше там каких-то вооружений Которые частично там будут утилизированы Перемолотые вот в горниле этого конфликта Без какого-либо, так сказать, результата и эффекта Частично то, что можно отправить украинцы Я имею в виду там представителей режима Зеленского Отправить куда-то налево Там в Африку и в Азию Там где затребованы такие всякие серые А где-то и черные поставки вооружения Да, бесконтрольные Вот А за все должны заплатить там простые бюргеры Своим собственным уровнем жизни и комфорта Странная такая, так сказать, логика И все больше возникает недопонимание уже у самих там граждан Европейских стран, типа Германии или Франции Где вот тоже очень тяжело идет сейчас пенсионная реформа Именно потому, что не хватает категорически в бюджете средств И в то же время, так сказать, да Вот тратятся деньги Ну или риторически тратятся деньги на эту украинскую войну Вообще, конечно, очень много такого странного И все больше люди задают вопросы Выходят на манифестации, митинги И не всегда они мирные Ксаракте, кстати, ночь Так что это такое Да, ну в американском Сенате Вот после слов Макрона Против втягивания Евросоюза в конфликты за Тайвань В Сенате пригрозили оставить Европу разбираться с Украиной один на один Вот, вот, вот Это вообще удивительная как бы логика Прямо удивительная логика То есть, с одной стороны, их чуть ли не пинками Ненасильно заставляют там всеми возможными средствами Ну вспомните, как танки пытались поставить Да, да, да И шантажом, и угрозами там И посулами, и деньгами, да Поощряют всячески к этим втягиванию еще глубже в этот украинский конфликт А потом этим же еще и угрожают Что вот будете плохо себя вести Мы вообще вас бросим с вашей Украины и уедем Удивительная логика Да, удивительная По поводу уедем Во вторник Джо Байден прилетит в Британию и в Ирландию Там проведет переговоры Кстати, семья Байденов имеет ирландские корни На что Джо Байден упирает достаточно активно в некоторых случаях Ну, официально зачем Байден летит на острова? На годовщину подписания Белфастского мирного соглашения Но, как заявлено, переговоры будут по всему спектру глобальных проблем И уже упомянутый, да, Макрон начинает на континенте накачивать такие антиамериканские брожения Что нужно снизить в Европе зависимость от Вашингтона и так далее Но англосаксы пока вместе Видимо, Байден должен своим визитом в Великобританию и Ирландию это показать Ну, знаете, здесь тоже такой Двойной, мне кажется, смысл в этом визите Дело в том, что, ну да, безусловно, вопросов нет Приглашение Сунака посетить, значит, юбилейные мероприятия 25 лет назад Белфастское мирное соглашение Там соглашение Страстной пятницы известное, да О прекращении всяческих беспорядков План развития территории Ну, более-менее, действительно, за 25 лет практически без войны Там все, так сказать, происходит Время от времени всплески какие-то мы видим Но, тем не менее, тогда США сыграло важную роль В достижении этого соглашения Но я вам другое скажу Байден отказался в начале мая Посетить коронацию, значит... Карла Третьего Карла Третьего, да, Чарльза хотел сказать Карла Третьего Ну, там формально отговорились Администрация Байдена отговорилась, значит, с ображениями безопасности Всякое такое Ну, мол, бог его знает В сегодняшнем, значит, неспокойном мире Мы по телевизору посмотрим И вам помашем ручкой И в то же время, вот, за три недели, да, до, там, чуть-чуть больше, да За три недели до коронации Карла Третьего Байден летит в Ирландию В Северную Ирландию Ну, место, мягко говоря, более беспокойное, чем Лондон, да? Но там уже полиция Северной Ирландии предупредила об опасности терактов Во время визита Байдена Ну, конечно, ну, так сказать, мягко говоря, место беспокойное Да, при том, что Байден собирается же еще и Большую Ирландию посетить Ну, Северная Ирландия, как известно, это часть королевства А Ирландия, страна со столицей в Дублине, это часть Европейского Союза Кстати, Ирландия осталась в Европейском Союзе после Врексита Вот Ну, такое Такое, я бы сказал, такое Знаете, приветик, как говорится, британской монархии То есть, на земле может быть только один властелин Это американский президент А участие в коронации британского монарха Пускай даже, как говорят там, декоративного Или какого-то там, знаете, ничего не значащего Это все разговоры в сакральном смысле Это форма присяги Такой колониальной присяги Я имею в виду участие в коронации И такое, знаете, вассальная присяга Монарху Новому И вот Байден считает Ниже собственного достоинства Пресечать подобные мероприятия Ну, кстати, да Баританская пресса уже назвала Отказ Байдена Посещать коронацию Карла Третьего Удар в спину Лондону Вот так, не больше Нет, ну, конечно, конечно При том, что действительно Байден всю свою карьеру Всячески подчеркивает Там, ирландские корни У него, по-моему, про дед Регенерировал в США Там, оббежал от голода И вот, значит Что он подчеркнутый такой католик Ирландец Всякое такое Вообще, надо сказать Что в американской политике В американском политическом классе Традиционно Традиционно Именно Ирландцы-католики Держат, так сказать Политический бизнес Да, если можно так вот По этническому принципу Распределить Разные криминальные профессии Типа там торговля Наркотиками Игорный бизнес Там, не знаю Мусорный бизнес Ну, имеется в виду Профсоюзы и так далее Да, и вот политический бизнес Вот политический бизнес Традиционно За ирландцами В Соединенных Штатах Уже на протяжении Там Двух столетий Да Вот И вот эта вот История С тем, что Я ирландец Я католик Это такая очень Такая фишечка Американской политики Предыдущим Президентом Ирландцем Католиком В Штатах Был Джон Кеннеди Которого, как известно Застрелили Ну, как-то Поставили в один ряд И торговлю наркотиков И мусорный бизнес И политический бизнес Последний день Но в Соединенных Штатах Это так складывалось Всегда Подождите Это всегда складывалось Это исторически Складывалось Именно так Да Это, кстати, широко Описано И в литературе И в американском Кинематографе Посмотрите Банды Нью-Йорка Там очень интересные Торальные процедуры Показаны Если они Сегодня Носят Более Такой Цивилизованный характер Это только Вот дань Как говорится Времени А по сути Пожак все равно Мясник, да? Абсолютно Ничего не поменялось Ну, по поводу Ирландско-американского Происхождения Байден же И перед избирателями Должен показать себя Что вот я такой католик И у меня корни Вот самые-самые Глубокие Некое, я думаю Такое в том числе И послание Своей пастве Своей аудитории Своим налогоплательщикам И в частности Наверное Избирателям Из рабочего класса Которые достаточно активно Бегут От демократической партии В преддверии выборов В следующем году Президентских Ну, наверное Какая-то попытка Хоть кого-то Привлечь на свою сторону Ну, конечно Конечно Это уже в рамках Предстоящей выборной кампании Тем более Вот сегодня Вот буквально Самая свежая Сегодняшняя новость Байден Заявил о том Что он намерен Идти на второй срок Это вот прям Вот только что По лентам Пошло И соответственно Вот эта Первая Иностранная Зарубежная поездка В таком уже Новом статусе Будущего Возможного Будущего Кандидата От демократов То есть Ему же еще Предстоит Праймерис Партийный Пройти Что тоже Мне кажется Ему будет нелегко В этой ситуации Несмотря Вот на то Что у них там Все Более-менее Вертикально Централизованная Я имею ввиду В демпартии Тем не менее Мне кажется Им будет нелегко Эти праймерис Пройти Но тем не менее Вот эта уже Поездка Выглядит Как первая В таком статусе Возможного Кандидат В кандидаты Кандидата В будущие Кандидаты От демпартии Ну посмотрим Но еще раз Мне Например Кажется Или Для меня Это вот Выглядит Не столько Как Предвыборная История Сколько Как Такой Знаете Оскорбительный Подзатыльник Карлу Третьему Причем Обы-то Немолодые люди Так Секундочку Если бы еще Была какая-то Разница Возрасте Можно было Как-то А тут Прямо Демонстрация Личной Неприязни Неприязни Да Такую личную Неприязнь Испытываю Да Ты там У себя Король Ну вот И сиди Пока Вот А я А я Вот к братьям Ирландцам Махну Я вот Напомню тем Кто просто Подзабыл 25 лет назад Там же чуть не война Была Война Война Причем она носила В Ирландии Я имею ввиду Она носила Остро Религиозный Характер Это тоже здесь Важно подчеркнуть Почему везде Подчеркивается Что вот Ирландец Католик Дело в том Что Там как раз Так сказать Был очередной Сплеск Вот Той самой Двухсотлетней Европейской войны Между католиками И протестантами Да И ровно По этой линии Северной Ирландии Произошел Этот Так сказать Раскол Весьма Кровавая история Была Кто подзабыл Да Вот события В Белфасте Это такое Там Тысяча жертв Было Вот Это То что мы Сейчас забыли Мы сейчас Ориентируемся На Там Какие-то Другие Места Нестабильности Да Так сказать Мы привыкли К тому Что это Где-то Может быть Там Не знаю В Африке В Азии Там Где-нибудь На постсоветском Пространстве Постоянно Что-то такое Происходит Вот Всего лишь 25 лет назад Они друг другу С удовольствием Резали Я имею ввиду Белые люди Практически В Великобритании Резали Взрывали Да Действительно Да Телеканал NBC сообщает Что Джо Байден Уже принял решение Баллотироваться На выборах 2024 года Но пока Не видит Необходимости Спешить С официальным Объявлением Редактор субтитров